Личные истории, финал у которых не всегда счастливый. Кто-то переболел сам, у кого-то родственники или близкие друзья. Реальную опасность коронавирусной инфекции люди осознают, когда сталкиваются с опасной инфекцией один на один. Моя семья потеряли двух близких друзей. Одного врача, замечательного человека, подруга, с которой я дружила очень долгие годы, детский врач, инфекционист, которая всегда говорила, что мы все инфекции победим. Второй герой Советского Союза, человек, который прошел самые горячие точки. Но так случилось, что эта коварная болезнь оказалась сильнее, и наша семья потеряла двух очень близких друзей. Эту историю Елена Воробьева вспоминает и сейчас с тяжелым сердцем. Министр образования края решила личным примером показать, что вакцина – процедура во благо. И сейчас для работников этой сферы лучшее время, чтобы сделать прививку. Пока летние каникулы и нет контакта с детьми, которых уж точно нельзя подвергать опасности. Мы живем под лозунгом «начни с себя». Поэтому решение принято осознанно. Действительно разговаривал с многими коллегами. И, наверное, понимая, что движет ими, почему они пока не прививаются, наверное, две такие банальные вещи. Первое – это страх и незнание. Но работая с теми образования, я полагаю, что мы всегда были борцы с невежеством. Поэтому, конечно, очень долго и внимательно изучали все три вакцины. Они уже сейчас у нас есть. Есть выбор. Есть грамотные советы специалистов, кому какая вакцина более индивидуальная подходит. Ну и, конечно, есть понимание реальной угрозы. Ковид больно бьет без разбора. Люди публичные и совсем не медийные. Разных возрастов и профессий. Независимо от должностей и званий, они подвергаются опасности от до конца не изученной заразы. И единственное спасение от нее – прививка. Когда начиналась эпидемия, и у нас не было вакцины, и мы говорили, что нам нужны все мероприятия, нам нужно то, третье, десятое. То есть, по сути дела, все, что делалось, делалось ради того, чтобы дождаться вакцины. Конечно же, мы ее ждали, когда первая в мире российская вакцина прозвучала. Это было, действительно, ну, скажем так, событие, да, просто мирового масштаба. Почему? Потому что мы должны признаться, что самым эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. С этим не поспоришь. Это доказала история, это доказала наш опыт и просто жизнь. Инфекционисты уверены, появление препаратов, предупреждающих ковид, подспорье и самим медикам. Массовая вакцинация – путь к выработке коллективного иммунитета. По заверениям врачей, если укол от коронавируса поставят себе хотя бы две трети населения края, можно будет отказаться от обязательного ношения масок и снять ряд эпидограничений. Зачастую люди не приходят за прививкой даже не из-за безалаберности или принципов. Просто нет времени. Глава региона в начале недели поручил организовать выездные бригады врачей со спасительными ампулами. Нет такого, что они не хотят прививаться. Наш человек – это ему надо куда-то идти, в какую-то палатку, в поликлинику. Может быть, сделаем акцент на передвижные пункты, где можно привиться. Пойдем на предприятия. Сделаем карты такие в каждом инспекте и начнем ходить. Ходить просто по людям. Просто пойдем в большие предприятия, в средние, в маленькие. Пойдем к фермерам. Пойдем на предприятия переработки. Каждый вице-губернатор с главой в рамках своих отраслевых предприятий максимально проработает вопрос вакцинирования. И дальше запустим вот такой алгоритм. Поэтому поручение есть всем вице-губернаторам с главами муниципальных образований отработать в рамках отраслевой принадлежности программу вакцинирования. Теперь уже получившие в народе название передвижки отправляются по заявкам на заводы, фирмы и фермы, где бы они ни находились. В отдаленных селах прививку ставят в фельдшерских пунктах. К тем, кто передвигается с трудом, выезжают на дом. Даже в самых маленьких населенных пунктах по всему краю. У многих родственники переболели. Они знают не понаслышке всю эту историю про коронавирус и про его последствия. Люди активные, люди не хотят повторения, либо впервые испытать все эти последствия на себе. Поэтому они проявляют сознательность, они активно идут на вакцинацию. Отдельная, можно сказать, программа для туристов, которые потянулись на курорты Краснодарского края. Для них даже продумали момент получения второго компонента. Если первый укол был сделан в родном Новосибирске, то вторую дозу готовы вколоть в крае. В Сочи, например, такая возможность есть в мобильных пунктах и в стационарных. Привиться можно даже в крупных торговых центрах. Не напрягайтесь. Все хорошо, все нормально. Само собой, никакой палочной системы. Не хочешь – не вакцинируйся. Только все-таки стоит хорошо подумать перед тем, как сделать выбор. Смотрю на это положительно, всегда делала прививки. В Краснодарском крае на сегодняшний день работает больше 230 пунктов вакцинации. Мобильных из них пятая часть. По последним данным, ампул хватит всем. Их уже поставлено под 700 тысяч доз. Страховка от смертельной болезни еще никогда не была такой безопасной и доступной.